Благослови! 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 Благослов! 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 архивеи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте. И зато гнил Божий прозит их. Три дня стоял я, просил Господа помиловать их и просил лучше лишить меня, убогого Серафима, Царствия Небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут учить учению и заповеден человеческим. Сердца же их будут стоять далеко от меня. Серафим Саровский, Настольная книга священного служителя, том 3, страница 601. Нам нужно внимать к Писанию. Сам Бог и Его, вечный и неизменный, вынес приговор всему русскому священству и показал причину его неутихающего гнева на них, что они поставили свои слова на место Божьих слов, своими семинариями, академиями с защитами кандидатских, магистрских и докторских, в которых нет живого слова, но разлито море человеческих вымзлов, основанных не на слове Божьем, а не тот мир ясное слово Божие, как был синицей. Нам нужно внимать к Писанию. Им нужно дорасти до той ступеньки, где душа искренне воскликнет. Псалом 118, 113 стих «Вынесло человеческий ненавижу, а закон твой люблю». И как заклинание произнесут, кавычки открыты, «Избирай Бога и Библию, единственную Богу и Библию, и ничего, кроме Бога и Библии, посолкование святых отцов в Северенской Церкви». Кавычки закрыты. Иоанн Златоуст неоднократно повторяет, что большая часть священников погибает. И погибает за то, что не следует священному Писанию. «Нам нужно внимать Писанию». Неоднократно повторяет Игнатий Тихонович Латкин. И хочется еще раз сделать как бы ссылки опять напомнить это Евангелие, что само Евангелие нас понуждает изучать его и обращаться к нему, как Евангелие от Иоанна 5,39, 5 глава 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. О Мне с Большим Богом». То есть это сам Господь Иисус Христос говорил, да? 1 Тимофея 4,16. «Вникая в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и сущащих тебя». Книга Сусновин 1,8. «Да не отходит себе книга закона, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Сказано в Библии, в притче 28,9 стих. А сам псалмопевец, пророк Давид, говорит в 17-й Катильме, 118-й Псалм, 105 стих. «Слово Твое, святильник, нагемони, и свет стеземони». То есть вот, если мы смотрим на эти места Евангелия, то есть оно опять неоднократно говорит нам о том, что нам нужно изучать Евангелие, и чтобы мы через него спасались, просвещались и были живыми. Как сегодня у нас притча была о блудном сыне, и священник говорил, что блудный сын вернулся, и отец радовался о том, и он сказал, что он был мертв и ожил. Вот мне бы хотелось, почему они не поясняют, что такое был мертв и ожил, или, скажем, ожил, да? То есть воскрес. Все слышат эти слова, но никто не понимает, что значит воскреснуть нам сегодня в этой жизни. Как Игнат Тихонович поясняет, воскреснуть нам в этой жизни, мы вроде еще живые, да? Живое тело у нас, тело-то у нас живое, мы его можем пощупать. А вот жива ли у нас душа? Вот здесь имеется в виду, что жива у человека душа бывает тогда, когда он ходит Духом Святым, вводимый Духом Святым. Да, и это бывает только, когда человек изучает Евангелие, да? Вера от слышни, а от слышни от Слова Божия, в Послании Римлян 10-17. То есть если человек уверует, что Иисус Христос Спаситель, что Он распит за нас и наши грехи, да, воскреснет тогда в жизни вечной, именно вот через слышнее Слово, и Он очищаться будет через Евангелие, покаянием, тогда и душа его будет живая, да? Если Он будет исполнять заповеди, и по заповедям вводимый Духом Святым. Ну, если этого нет, если люди Евангелие отвергают, его не читают, то получается они мертвые, духовно мертвые. Вот, и не все это понимают. И я считаю, что, как опять Игнатий Хачпиясняет, и святые говорят, что нам нужно сейчас ожить в этой жизни, и не нужно ждать, когда тело наше умрет, потому что есть под душами и живет у нас в этой жизни, то, умирая и переходя в загробную жизнь, она никак не может воскреснуть. Как и в Деянии 20.37, что нам делать муж и братья, апостол Петр сказал в Деянии 2.38, покайся и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа. То есть здесь опять говорится о том, чтобы получить дар Святаго Духа, человек должен уверовать, покаяться, принять полное крещение, прекрасным погружением, то есть исполнить все это. И уже тогда Господь даст Духа Святаго. Но чтобы получить этого Духа Святаго, если мы его получим, то нужно еще и каждый день, как говорится, влюсти себя в этом, наблюдать за собой, чтобы не потерять его, ибо, как говорится, многие получили кораблекрушение веры. То есть можно потерять и веру, и отступить от Бога, да? А это получается, когда мы согрешаем смертными грехами и не каемся. Когда человек часто и много согрешает, и охладевает в любви к вере, к заповедям, то он уже становится как бы духовно мертвым. Да, не попусть нам Господь такого, да? Да, и будем молиться мы, чтобы Господь нам помог находиться в этом, ну, чтобы душа наша живая еще была в этой жизни, да? Чтобы, умирая, нам наследовать жизнь вечно. То есть нам нужно следить за собой, чтобы душа наша воскресала, а не умирала, да? Да помоги нам, Господи. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Достойно есть я кого истину, блажите Тя Богородицу, признан блаженную и принят порочную, и Мастер Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения с Серафим, без исцеления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величайя. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Богу за все.